Досточтимый отец, я отправляюсь в полет, чтобы выполнить возложенную на меня задачу. Надеюсь, я сумею не посранить наше славное имя. А если ради этого придется погибнуть, я сделаю это не колеблясь, лишь бы послужить на благо нашей великой стране. Шахматная и шашечная партии Шахматная и шашечная партии – это миниатюрное сражение двух армий. Силы света сражаются с силами тьмы. Если делать только сильнейшие ходы, то из 100 партий 15 выиграют белые, 15 выиграют черные и 70 партий закончится ничью. Если для шашиста и шахматиста это вполне приемлемый результат, то для полководца ничья на войне означает лишь напрасно потраченные человеческие жизни. Как же победить? Как заставить своего соперника ошибиться? Для этого надо рисковать. Если рисковать во время партии, то 60% партий выиграет ваш соперник, 30% партий выиграете вы и лишь 10 партий закончится ничью. А зачем же рисковать, скажете вы? Ведь процент побед соперника возрастает в целых 4 раза по сравнению с обычной партией. Но я вам отвечу. Зато ваш процент побед возрастает ровно в 2 раза. Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим партию, в которой один из соперников, мастер Индин, проявил чудеса изобретательности. Да, он играл криво, но его соперник играл шаблонно, делал сильнейшие позиционные ходы. И в итоге мастер Индин выиграл очень красиво с помощью комбинации. Хочу выразить большую благодарность международному гроссмейстеру Евгению Кондраченко за то, что он предоставил мне эту партию. Нам удалось обеспечить эффект внезапности. Посмотрим великолепную партию Индин-Воронов. СБ4-ФЕ5 и белые делают провокационный ход ДЦ3. Ну естественно, после этого хода черным нельзя ставить так называемый тычок ЕФ4. Этот размен проигрывает из-за элементарного удара по затылку. Отдаем одну шашку и забираем сразу же две с выигрышем. Если черные в этой позиции играют БА5, тогда белые захватывают преимущество после размена СД4. Ну и как бы черные не били, либо таким образом, либо таким образом, у белых приятная центральная позиция. И преимущество им гарантировано. Поэтому в партии черные ответили ЖФ6. Просто развивают свой сильный левый фланг. Белые снова делают провокационный ход. Двигают царскую шашку. Играют ЕД2. У черных огромное преимущество. Здесь есть несколько ходов. Ну можно было просто сыграть БЦ5 с огромным преимуществом. Ну черные сыграли не менее сильно. БА5. Связывают левый фланг белых. Белым надо меняться. Лучшего нет. БЦ5. Черные строят ударную колонну АЖ7 и грозят выиграть шашку после хода ЕФ4 или после хода ЕД4. Поэтому белым приходится нападать ЕФ4. Черные снова делают отличный ход. АЖ5. Если побить на бортик, то после размена позиция белых за счет переразвития и бортовой шашки на поле А6 будет очень плохой. Скорее всего они ее проиграют. Защититься будет очень сложно. Поэтому белые решили побить на Д6. Теперь уже белые связывают левый фланг черных, но шашка С5 видите изолированная, поэтому она здесь подвержена окружению. Ну и в этой позиции у черных есть несколько ходов. ЖФ4 и ДЦ7. После хода ДЦ7 за белых возможно прикольная ловушка. Можно конечно просто сыграть ДЕ3 с примерно равной позицией, а можно поставить ловушку АЖ3. И если черные сыграют ЖФ4, тогда белые проводят симпатичную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые играют ФЕ3. Жертвуют шашку, затем отдают еще одну шашку, затем меняются ЕД4 и проводят свою комбинацию. С пробоем на поле АЖ8. Здесь ничья у черных еще есть. АЖ3, СД2. Ну и здесь правильно пожертвовать. ЖФ2. И тянуть свои бортовые шашки. Дамку ставить естественно нельзя, так как она будет тут же поймана. Но если чисто по-человечески, допустим сыграть в этой позиции ФЖ7, подкинуть шашку и вот здесь отдать шашку, эта позиция уже проигранная. Черные ставят дамку, белые просто отходят и ведут свои две шашки в дамке и постепенно выигрывают позицию. Так как зайти в любки невозможно из-за элементарного отхода и дамка черных гибнет. Белые побеждают. Такая прикольная ловушка есть после хода ДЦ7. Но в партии черные сыграли ЖФ4. Этот ход более сильный и белые отвечают БА3. В этой позиции черные ошиблись. Они сыграли БЦ7. Оказывается, этот ход уже практически проигрывает партию. Хотя кажется, чисто по-человечески он отличный ход, но это не так. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Очень красивый, друзья. Есть три варианта комбинации. Белые неожиданно играют АБ4. И как бы черные не играли, они везде проигрывают. Во-первых, разберем ход ЦБ6. После этого белые проводят комбинацию. Везде ставьте видео на паузу и старайтесь найти выигрыш за белых. Белые играют ЦБ2. Затем меняются. ДЕ3. Затем играют АЖ5. И выбивают шашку Д4. И конструкция черных рассыпается, как карточный домик. Ход ЦБ6 проигрывает. После хода ЦД6 также идет примерно такая же комбинация. Играем ДЕ3. Затем ставим так называемую присоску. АЖ5. Ну и в какую бы сторону черные не побили, белые прорываются в дамки и празднуют победу. После хода Ж6 белые также проводят комбинацию под названием стрела. Играем ДЕ3. И затем наносим удар под названием стрела. Видите, шашка летит как стрела по прямой. Ну и белые легко побеждают. Ну и последний ход в этой позиции возможный. Так. Это отдача шашки. И вот такой удар. Со стороны черных. Здесь это плохо. Белые ставят дамку. Ну и как бы черные не играли, у белых здесь огромное преимущество. И очень хорошие шансы на победу. Так как дамка черных находится, видите, в очень неудачном положении. Но, тем не менее, шансы здесь на ничью у черных еще есть. Хоть какие-то. Теперь рассмотрим в этой позиции, если бы черные сыграли ДЦ7. Здесь тоже есть прикольные ловушки. Белые играют ЦБ2. И у черных есть три ответа. ЦБ6 снова проигрывает из-за комбинации. АБ4. ДЕ3. ХЖ5. И ФЕ3. Ну и снова черные проигрывают. Так. Код Ж6 здесь проигрывает тоже из-за очень симпатичной комбинации. Ставьте видео на паузу. И пытайтесь найти выигрыш за белых. Играем ХЖ5. Затем ФЖ3. Затем играем ДЕ3. И отдаем шашку АБ4. И белые побеждают. Ну и последний ход в этой позиции. Ход ЦД6. После этого хода ничья все-таки у черных есть. Даже к ничьей должны белые стремиться. Им надо играть ФЕ3. Размен. Затем Ж6. Размен. И белым лучше всего пожертвовать шашку АЖ3. И сыграть ДЕ3. То есть что мы хотим? Мы хотим отдать шашку АЖ5. Затем провести удар ЦБ4. Черным надо что-то делать. Лучше всего в этой позиции пожертвовать шашку обратно. АБ4. Ну и черные продолжают давление. Например. ЕД6. ЕФ4. АБ6. ЦД4. БА7. БЦ3. БА5. Позиция белых очень плохая. Но все-таки ничья есть. АБ4. ФЖ5. И на ход АБ2 черные играют ФЕ7. Кажется, что сопротивление белых вот-вот будет сломлено. Но белых выручает очень красивая жертва. Играем ДЕ5. И затем играем БЦ5. Черные продолжают давление. Играют ЖХ4. Тогда мы возвращаем свою шашку отыгранную. Ну и в ответ на постановку дамки. Белых все-таки выручает жертва. Присоска так называемая. ЖФ6. Приходится бить в эту сторону. И белые успевают пройти в дамки. Ну и тут есть два варианта. Если черные играют ЖХ2. Тогда мы ДЕ7. И в ответ на связку ставим дамку на поле Ф8. Допустим, ЖХ4. Ставим дамку на С5. Ну и на ход ХЖ3 нападаем. Если черные играют на поле Х8. Тогда просто меняемся. ЕД6. Ну после хода ЖФ2. ЕФ6. ФЖ1. ФЖ7. Черные забирают шашку. Но белые за счет того, что они обрезали черных по тройнику, достигают ничей. Все-таки убегают на ничью. Если в этой позиции черные играют ЕД6. Тогда правильно отойти на поле Х8. И в ответ на нападение с А3 форсируем ничью. Играем ХЖ7. Затем меняем шашку А5. Ничей. Второй возможный вариант в этой позиции. Если черные сразу же играют ЖХ4. Тогда играем ДЕ7. И на ход ХЖ3 ставим дамку на Д8. Черные еще продолжают давление. Играют дамкой на С5. Мы просто играем Б3. ЖФ2. Ставим дамку по большой дороге. Ну и в ответ на постановку дамки на Е1. Естественно нельзя меняться от СБ4. Из-за того, что черные жертвуют красиво две дамки. И побеждают одна на одну. Естественно мы не такие дураки. Мы просто отдаем шашку СД4. И затем меняем шашку А5. Ну и белые достигают ничьей. За счет владения большой дорогой. Такие варианты были после хода ДЦ7. Но все-таки справедливости ради хочется отметить, друзья. Что в этой позиции у черных был форсированный выигрыш. Они могли сыграть Ж6. Ну и теперь у белых есть два варианта. АБ4 и СБ2. После АБ4 черные зажимаются. ХЖ5. Надо играть их Ж3. Ну и черные проводят комбинацию. Отдают шашку. Затем еще две. Ну и как бы белые здесь не били. Черные прорываются в дамки с выигрышем. Второй возможный вариант это ход СБ2. После этого хода черные снова зажимаются. АЖ5. Ну и на ход АБ4 здесь уже удары не выигрывает. Лучше сыграть БЦ7. То есть хотим просто выиграть шашку С5. Приходится играть ФЕ3. А вот здесь удар уже выигрывает. Играем ЕД4. Белым приходится бить на Ж7. Тогда бьем в дамки на поле Е1. Ну и после всех разменов. Видите. Белым приходится отходить. ФЖ7. И черные проводят удар по затылку. С выигрышем. В шахматной и шашечной партии обычно мы не выбираем цвет фигур, которыми мы будем играть. Но, друзья, в жизни мы всегда можем выбрать либо сторону добра, света, либо сторону зла и тьмы. Друзья, всегда выбирайте только сторону света. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры делал DimaTorzok